Это программа «Теория заговора» и я, Михаил Мамаев. Здравствуйте! Эти девушки посмотрели одну из наших предыдущих программ о том, что нужно есть, чтобы выйти замуж. На днях они выходят замуж! И сегодня не менее полезная программа. Все твердят, будешь есть колбасу, чипсы, бекон, не проживешь до 50 лет. Вам врут! Проживете до 120 лет. Мы выяснили, все эти продукты не так страшны для здоровья, как их малюют. Майонез. Все знают, у него репутация убийцы. От него инфаркты, ожирения. Но может, он не так страшен, как его малюют? Может быть, вы сами виноваты? И превращаете его в беспощадного убийцу. Итак, давайте разбираться по порядку. Чего в майонезе мы боимся больше всего? Ну, конечно же, калорий. Которых, по словам экспертов, там, видимо, невидимо. И что мы делаем? Заменяем в блюдах майонез растительным маслом. И не сомневаемся. Во-первых, оно полезнее. И, во-вторых, от него точно не поправишься. Но действительно ли майонез – залог лишних килограммов? Что, если огромная калорийность майонеза всего лишь популярный миф? Проведем простой эксперимент. Попросим трех хозяек заправить один овощной салат маслом, а другой, точно такой же, майонезом. Да так, чтобы было вкусно. Но сначала делаем важные замеры до начала эксперимента. Итак, вес бутылки масла – 950 граммов. А пачки майонеза – 648. А теперь заправляем салаты. Ну, майонез я люблю. Так. Ваши тарелки к вашему тарелку. А больше – и помидор. Взвешиваем бутылки и пачки после приготовления. Ну что, доставайте калькулятор, будем считать. Итак, первая хозяйка на салаты потратила 54 грамма масла и аж 167 граммов майонеза. Почти целую пачку. Переводим в калории. Вторая хозяйка израсходовала 61 грамм масла и 57 майонеза. Ну и третья хозяйка – самая экономная. У нее ушло всего 20 граммов масла и 16 майонеза. Вот это да! Салат с растительным маслом калорийнее того, что с майонезом. В двух случаях из трех. Многие, ужиная салатом из овощей, заправляя его маслом, думают, что они поужинали здоровой пищей. За счет добавления высококалорийного масла этот салат уже составляет полсуточной калорийности. Как же так? Получается, что используя майонез, мы не уменьшали калорийность блюд, а наоборот увеличивали. И не майонез на самом деле калорийная бомба, а растительное масло. И это еще не все заслуги майонеза. Что бы вы сказали человеку, который считает, что на майонезе можно похудеть? Наверное, назвали бы сумасшедшим и покрутили пальцем у виска. И напрасно. Майонез не то, что не прибавит, но даже уберет пару лишних сантиметров на ваших бедрах. Если вы будете правильно его есть. Есть такие работы, причем такие многоцентровые исследования, когда говорят, что люди, которые предпочтительно ели жиры, но не ели углеводы, они снижали вес практически в два раза быстрее. И что бы майонез снижал вес? Нужно всего лишь знать, с какими продуктами его можно есть, а с какими нельзя. А о том, как худеть с помощью майонеза, мы расскажем в конце нашей программы. Есть еще один продукт, который не так страшен, как мы привыкли о нем думать. Это настоящая сенсация. Кто бы мог подумать, но это чипсы. Нет-нет, не возмущайтесь и не убирайте детей от экрана. Это правда. Например, в Корее вообще чипсы едят практически все. Минимум по пакетику в день. Мы едим чипсы как закуску. Если времени на полноценное блюдо нет, просто покупаем пачку. Кореянка Саян Парк обязательно прихватывает пару пакетиков чипсов, когда идет в магазин за продуктами. И каждой пачке радуется, как ребенок. Это чипсы со вкусом осьминога. Моя мама обожает эти чипсы. Вот, посмотрите, чипсы со вкусом васаби. Это чипсы со вкусом зеленого чая. А вот чипсы с тунцом и майонезом. Чипсы с новым вкусом появляются в Корее почти каждый месяц. До разговора с нами Саян Парк считала, что перепробовала чипсы со всеми возможными вкусами. Но ее ждал большой сюрприз. Чипсы с соленым огурцом? Правда? Ты шутишь? Чипсы с соленым огурцом едят в России? Очень хотела бы попробовать. Вау, невероятно. Что ж, в Корее по поводу чипсов не заморачиваются. Просто едят, потому что нравится. Возможно, корейцы просто способны без вреда усваивать вредную еду. Если вы не досмотрите до конца нашу программу, то не узнаете, что превращает майонез в убийцу. Как по цвету выбирать чипсы, которые не приведут к конфаркту и ожирению. А также, от какого бекона вы похудеете прямо на глазах. Мы узнали такую информацию, которая перевернет ваше представление об этом продукте. Егор Шевяков не кореец. Но свою жизнь без чипсов уже давно не представляет. Всегда набегу, все набегу, не успеваешь ничего сделать. Плюс еще хвостяк. Поэтому с утра пораньше спешит в магазин, чтобы пополнить кухонный шкаф любимыми пакетами. Беру пачок 12-15 обычно, чтобы было в запасе. В детстве было молоко на ночь, а сейчас чипсы на ночь. Чипсами на завтрак, обед и ужин Егор питается уже 6 лет. Как мама мне говорит, вот ты всякой дряни себе желудок испортишь, пока жив, здоров и особых проблем не испытываю. Но может не все так радужно? И здоровье у парня, несмотря на молодость, как у старика? Вы, наверное, не раз слышали, как убийственно чипсы могут действовать на организм. По словам многих экспертов, они портят желудок, сажают печень и поджелудочную железу. Сгущают кровь и даже нарушают координацию движений. Но так ли страшен черт, как его молюют? Давайте проверим на практике. Ну, доктор, я, собственно, к вам. Отследоваться, узнать, как у меня со здоровьем. Сейчас Егор прямо на ваших глазах пройдет полное медицинское обследование. Сначала ему измеряют давление. Абсолютно адекватные цифры давления. Они, в принципе, вообще оптимальны. Ниже 120 на 80. Поэтому с этой позиции все в порядке. Пульс. Затем обследует сердце. Сейчас ему нужно. Он укладывается в свою возрастную категорию. С этой стороны просто да. Да. Это радует. Берут анализы крови. И делают УЗИ внутренних органов. Печень не увеличена. Никаких образований в ней нет. Итак, заключение врача однозначно. Пациент здоров. И его вредная привычка есть чипсы на завтрак, обед и ужин. На его здоровье никак не сказалось. Можно, конечно, предположить, что тут сыграл ключевую роль возраст пациента. И, возможно, злоупотребление этим продуктом аукнется серьезными болезнями в старости. У каждого своя система детоксикации. Кто-то съест чипсы один раз, и у него будет плохое самочувствие и настроение. А кто-то может их есть в течение долгого времени и быть при этом нормальным человеком. Поэтому помните, если хотите перейти на чипсы, сначала нужно пройти обследование. Да, только так. Или выбирайте золотую середину. Какую? Да просто старайтесь и есть чипсы, в которых меньше вреда. Да-да, такие существуют. Мы не шутим. Расскажем буквально через несколько минут. Еще один продукт, которого точно не стоит бояться, это бекон. Удивлены? Наверняка всегда обходили его стороной, потому что думаете, что это сплошной жир. И с завистью смотрели на англичан, которые уплетают его каждое утро. И вы не просто жестоко заблуждались, а собственноручно лишали себя и удовольствия, и пользы. Да, это так. Сегодня все больше врачей по всему миру признают, что бекон уникальный продукт для нашего здоровья. Содержится тот холестерин, который не является причиной развития атеросклероза. Это прекрасная биодобавка для усвоения жирорастворимых витаминов, для построения половых гормонов, для построения мембран наших, для лучшей памяти и концентрации внимания. При этом бекон не только обеспечивает организм полезными веществами, надолго утоляет голод, но и поднимает настроение. Доктор, я себя неважно чувствую. Осень, дайте что-нибудь для хорошего настроения. Пожалуйста, принимайте каждый день, желательно с утра. Вы шутите? Отнюдь. Вкус бекона, голубчик, лучший антидепрессант. Это всё, конечно, замечательно. Но ведь часто мы боимся не самого бекона, а растолстеть на нём. А теперь, внимание! На ваших глазах сейчас разрушится самый главный миф о беконе. Несмотря на жирность и калорийность, употребление бекона не приводит к лишним килограммам. Бекон — необычайно полезный продукт. Он не повышает уровень инсулина, не влияет на уровень сахара в крови, содержит витамин А, витамин Д, которые вы можете получить только из жирных сортов мяса. И он также содержит большое количество витамина В12. И бекон сохраняет необходимый уровень этого витамина в организме. Знакомьтесь, американский диетолог Джон Солерна. Личный диетолог Джона Траволта и Джастина Тимберлайка. И он фанат бекона. Включает его во все схемы питания, которые разрабатывает для голливудских звёзд. Они теряют вес, они становятся более энергичными. В Нью-Йорке, в моём центре, мы изменили подход. Мы меняем отношение к этим жирам, которые были недооценены много лет назад. Что верится с трудом? Неужели правда на беконе можно сбрасывать лишние килограммы? Расскажем буквально через несколько минут. Мы обещали рассказать, действительно ли на беконе можно скинуть лишние килограммы. Ещё как. Откройте любой мужской журнал, и вы обязательно наткнётесь на беконную диету. Но подождите радоваться и бежать сметать бекон с пола. Для того, чтобы наслаждаться и им не тревожиться за свою талию, нужно есть только правильный бекон. Для того, чтобы выбрать правильный бекон, не нужны ни толстый кошелёк, ни главный санитарный врач России. А нужна всего лишь обычная линейка. Прикладываем. Жира от шкурки до мяса должно быть, запомните, не больше и не меньше трёх сантиметров. Вот и весь секрет. Есть ещё один важный момент. Какой же? Бекон, который вы покупаете, не должен коптиться с помощью жидкого дыма. Но можно ли как-то определить такой бекон прямо на прилавке? Можно, и без особого труда. Просто посмотрите на этикетку с составом продукта. Совет. Покупайте бекон, в составе которого нет дыма бука, дыма берёзы и не указан любой другой дым. Хорошо. С тем, как выбирать полезный для фигуры и здоровья бекон, мы разобрались. Готовить его тоже не составит труда. Главное – включить фантазию. Вот как вы едите бекон? Наверняка делаете бутерброды или, в крайнем случае, жарите яичницу. И на этом всё. И, кстати, многое теряете. Из бекона можно приготовить вкусный и полезный немецкий салат, который, кстати, ничуть не хуже отечественного оливье. Его рецепт из Дюссельдорфа привёз нам Алексей Глызин. Привет. Привет. Ну что, я действительно был в Германии и привёз вам замечательный рецепт салата, который мы сегодня будем готовить. Что из чего? Ингредиенты очень простые, они есть у нас, слава богу, растут. Это картофель, вот. Это у нас огурчики маринованные, горчичка. Горчица. Такая в зернышках. Что за трава? Вот эта трава называется корн. Вот из этой травы как раз салат и получил название. Корн. Теперь у нас есть оливкое масло. Это у нас петрушка, но она похожа на кинзу. Лук. Вот это у нас лучок ялтинский. Но главное, что это бекон. Вот бекончик, который я уже полюбляю, и сейчас мы будем её есть. Хорошо. С чего начинаем? С чего начинается родина? Ну, конечно, с картошки. Что с ней делаем? Варим? Жарим? Сейчас мы будем варить. Вот, а потом прям в мундире, а потом уже чистить. Понятно. Ну, возьмём просто одну картофельную, положим, значит, в воду и будем кипятить до полной готовности. Ага. Пока у нас варится картофель, мы берём бекон. Вот этот замечательный бекон из свинины. Угу. Мне кажется, и бывает из индейки, из баранины. Да, ты об этом только что узнал. Валый-палый. В нашей программе. Так вот, значит, берём тоненькие такие ломтики, нарезаем бекон, вот этот замечательный, насточает такой запах, что хочется чего-нибудь такого к бекону. Что мне делать? Скажи, пожалуйста. Я думаю, что, может быть, пока порезать огурчики. Давай. Поздний вечер сорэнда, нас погодой не балует. Вот и кончилось лето. До свидания, Италия. Да, теперь мы кладём бекон на сковородку. И сейчас его обжариваем. Сварилась картошка. Картошка сварилась аккуратно, горячая. Доверишь мне её почистить? Я почистил. Что ты делаешь? Теперь нам нужно картошку, естественно, порезать, помельчить. Ну, как это делается в Оливье? Опять же, в нашей классической Оливье. Да, ещё нам надо, кстати, обязательно порезать вот этот самый лук. Лёш, скажи, а когда тебе позвонили с Первого канала и позвали принять участие в шоу, где тебе пришлось музыкальные пародии делать, и когда все узнали, что ты не только прекрасный певец, но ещё и прекрасный музыкальный пародист, скажем так, да, ты сразу согласился? Ты знал себе такие способности? У меня были, конечно, некоторые сомнения, потому что прежде всего надо было приехать на Мосфильм и должны были сделать слепок твоей головы. Я сначала не понял для чего. А в чём тут сложность-то, я не понимаю. Ну, когда ты два часа сидишь залепленный абсолютно, и думаешь, чем же я буду дышать, потом тебе делают дырки в носок, я понял, что это непростой проект, и придётся потрудиться. А ты можешь вот сейчас Антонова изобразить? Если любовь не сбудется, ты поступай как хочется. И у него есть такая нота, вернее, шипящая в голосе. Манера такая. И есть мечта. Ну, такой вот немножко. Ну, хорошо, а Буйнова? Буйнов, я с ним работал столько лет. Я бамбук, простой бамбук, я московский тупой бамбук. И сейчас берётся вот такая мисочка, в неё мы наливаем оливковое масло. Берётся у нас петрушка. Теперь мы её режем. Засыпаем сюда. Так, порезали. Теперь, нет, сначала мы берём вот это всё, содержимое, высыпаем вот в нашу мисочку. Угу. Так, аккуратненько. И потом берём горчичку, зёрнышко, засыпаем сюда. Ну, можно, я думаю, пару ложечек. Пару. Будет очень даже. Она достаточно такая пряная, даже сладковатая, поэтому хуже не будет точно. И перемешиваем? Ну да, желательно. Ну, можем перемешать вот так вот. Запах такой приятный. Сочетание этой... Ну да, петрушки. Петрушки и горчицы. Да, такая горчичка у нас. Всё, и это всё содержимое отправляется в нашу мисочку, где уже находится лучок ялчинский, картошечка в мундире, ва сваренная, и маринованные огурчики. Так, помешал. Так, помешали. Замечательно. Теперь, что вам, собственно, осталось? Бекон. Бекон, который у нас уже готов на сковородке, мы должны его отправить сюда же, в эту миску. Запах такой приятный. И что нам осталось, собственно, сделать красоту, навести красоту. Мы берём для этого корн. Травочка так и называется. Вот так рассыпаем. Вот, и получается у нас... Так, антиоксидант. Корн, антиоксидант. Что-то пожарили, тут же убрали. В общем, это всё достаточно быстро, и не надо особых каких-то ингредиентов и вложений. Так что в Дюссельдорфе заботятся о том, чтобы, значит, можно было сделать всё быстро, сытно и недорого. Лёш, ну что, попробуем? Ну что, осталось самое главное попробовать, что у нас сегодня получилось. Этот наш, ещё раз напоминаем, салат называется корн. Он привезён, рецепт привезён из Дюссельдорфа, из Германии, а мы с Мишей сейчас попробуем, что же это такое на самом деле. Оливье? Немножко похоже на оливье, но без майонеза и вместо колбасы бекон. Спасибо, что ты к нам пришёл, что ты научил нас готовить салат корн из Дюссельдорфа. И приходи к нам ещё. Спасибо огромное. Спасибо всем телезрителям. Итак, бекон – чудо-продукт, который мы незаслуженно считали вредным. Поэтому не стоит его избегать, если вы следите за фигурой, и тем более, если хотите обладать богатырским здоровьем. Просто покупайте бекон, в составе которого нет слова «дым». Если не досмотрите до конца нашу программу, то так и не узнаете, что превращает майонез в убийцу. А также, как по цвету убирать чипсы, которые не приведут к инфаркту и ожирению. Есть не только продукты, которых мы боимся. Каждый раз после готовки мы принимаемся наводить порядок на кухне. И нередко всё заканчивается генеральной уборкой. Ещё бы. Пыль ведь повсюду. Вы ведь тоже считаете, что это зло? Действительно, что ещё можно подумать при виде этих монстров? Тем более, когда полевыми клещами пугают на каждом углу. А некоторые эксперты постоянно твердят, полевые клещи – причина целого букета заболеваний. Вот и хватаемся мы за тряпку несколько раз в неделю и пытаемся уничтожить пыль в труднодоступных местах. Но вы уверены, что после уборки у вас становится идеально чисто? Да? А давайте проверим. Мы отправились в гостиницу, где номер тщательно убирают после гостя. Но не одни. Вместе с нашим постоянным экспертом Макакьей Макакевичем. Ой, ты помогать идёшь, да? Сегодня Макакий выступит в качестве члена комиссии по чистоте. А чтобы инспекция была беспристрастной, надеваем на него белые носочки. Чисто? Чисто? Всего через 5 минут белые носочки Макакия становятся, очевидно, серыми. Видите? Получается, сколько бы мы ни мыли и ни драйли, избавиться от пыли на 100% не получится. И, как ни странно, это хорошо. А теперь приготовьтесь. Сейчас ваша жизнь разделится на до и после. Вы поймёте, сколько своего времени вы потратили напрасно. Оказывается, война с пылью – это борьба с витринными мельницами. Сами пылевые клещи, они не опасны для человека. Пылевые клещи не во всех домах есть. И понятно, что заводятся они только в, назовём, вековой пыли. Да, вы не ослышались. Пылевые клещи, которыми нас пугали в течение многих лет, не опасны. Но это ещё не всё. Вы бы могли поверить, что в пыли есть даже полезные вещества. А теперь сядьте, если вы стоите. Да, это действительно так. Эту сенсационную теорию первым выдвинул учёный из Института медицины Нью-Джерси Чарльз Вешлер. Изучением пыли вдоль и поперёк он занимался целых 40 лет. Пыль может быть полезна в том смысле, что она может снизить уровень озона внутри помещений. Это, конечно, может быть интерпретировано как положительная сторона. Заинтригованы? Так в чём же польза ненавистной пыли? Сейчас попытаемся объяснить. Воздух, которым мы дышим, содержит озон. И если его концентрация превышена, то у человека развиваются болезни лёгких. И диагноз аллергия – это тот минимум, который может ждать каждого из нас. И при чём тут пыль, спросите вы? В это трудно поверить. Но именно пыль помогает снизить концентрацию озона в воздухе. Без пыли невозможно существование жизни на планете Земля. Помимо этого, пыль создаёт естественный щит от космического излучения, от солнечной радиации, так скажем. Но это ещё не всё. Есть важный нюанс. На благо нам работает не вся пыль, а только домашняя. Да, оказывается, это особый вид. И сыпется она, в прямом смысле слова, прямо с нас. Наша кожа имеет свойство обновляться, скидывая омертвевшие фрагменты кожи. Где-то за 2-4 недели наша кожа полностью обновляется. Именно омертвевшие частички нашей кожи и борются с излишним озоном. Но проблема в том, что в наших домах есть не только пыль, но и грязь, которую мы приносим с улицы. И вот она-то опасна. Совет. Чаще делайте влажную уборку, а пылесос и тем более веник используйте реже. Они поднимают пыль с пола, а именно на полу скапливается больше всего уличной пыли. Итак, пыль не так страшна, как её молюют. Кроме того, большая часть домашней пыли помогает снизить концентрацию озона в воздухе. Поэтому оставьте в покое веник и пылесос. Старайтесь чаще делать влажную уборку. Если не досмотрите до конца нашу программу, то так и не узнаете, что превращает майонез в убийцу. А также, как по цвету убирать чипсы, которые не приведут к инфаркту и ожирению. Чипсы – продукт, который не так страшен, как мы привыкли о нём думать. Да, только представьте себе. И в начале программы мы доказали вам это. Если вы пропустили, не переживайте. Сейчас мы расскажем, какие чипсы можно есть, не опасаясь за здоровье. Итак, какие же чипсы не так вредны? Во-первых, те, которые сделаны из картошки. Правда, таких, по словам экспертов, сегодня днём с огнём не сыщешь. Могут делать из натурального картофеля, нарезанного ломтиками. А могут делать из композиции различных видов муки, крахмалов. Опять же, с усилителями вкуса, с добавками, всевозможными пищевыми добавками. Какой кошмар! Такой крахмально-мучной смесью можно, пожалуй, только шпатлевать оконные щели или использовать для обоев вместо клистера. Причём чипсы из такой адской смеси от чипсов из натуральной картошки по внешнему виду отличить очень сложно. Что же делать? Может быть, выбирать по цене? Выясним. Покупаем пять пачек чипсов по разной цене, от 30 до 250 рублей. И приносим из щейки мини-пигу фунтику. Не удивляйтесь, это мы вам, как говорится, не свинью подложили. Мало кто знает, но эти маленькие животные с большим пятачком обладают уникальным нюхом. Поэтому их почётная обязанность – искать в лесу по запаху трюфеля. А это, на минуточку, один из самых дорогих деликатесов в мире. Сегодня мини-пиг будет искать по запаху свою любимую картошку. Оказывается, это его любимое лакмонство, которое он ест каждый день. Итак, прячем тарелочки с чипсами и выпускаем эксперта. Итак, наш эксперт выбрал всего один образец из пяти. Получается, что чипсы из настоящей картошки всё-таки найти можно. А знаете, что самое интересное? Эти чипсы оказались самыми дешёвыми. Всего чуть больше 30 рублей за пачку. Совет. Чтобы купить картофельные чипсы, смотрите на состав продукта. Там должны быть указаны только картофель, масло и приправы. И никакого крахмала и муки. Какими ещё должны быть чипсы, чтобы они не были вредны для здоровья? Всё просто. В число таких входят чипсы, которые недолго жарили в масле. Интересно, а через сколько конкретно минут, а может секунд, чипсы превращаются в яд? Как говорится, всё давно подсчитано. Эксперты даже называют точную цифру. 15 секунд. Хорошо, но как понять, какие чипсы жарились в пределах этой нормы, а какие дольше? Расскажем через пару минут. Мы обещали рассказать, как понять, какие чипсы в процессе жарки не превратились в яд. Есть способ. Считается, что если чипсы жарились долго, то они впитали в себя много масла. И поэтому горят, как бензин. Да ещё и дымят чёрным дымом. Проверим чипсы, которые продаются в наших магазинах. В качестве образца возьмём чипсы, которые мы жарили дома. Как и положено, не больше 15 секунд. Приглашаем человека, который ради эксперимента готов хоть в огонь, хоть в воду, хоть в медные трубы. Профессионального каскадёра. Андрея Хижняка. Если разгорится, я видел там фланги пожарные старые, ничего, потусим. Итак, сначала проверяем домашние чипсы. Вообще не горят. Теперь тестируем на огнестойкость магазинной. Горят, как бумага. А двое из них ещё и коптят небо чёрным дымом. Получается... Четвёртого варианта и вот второй вариант. А это значит, что эти чипсы жарили в масле чересчур долго. Но согласитесь, проверять чипсы таким способом могут разве что экстремалы. Есть ли метод попроще? Да, есть. И он простой, как три копейки. Совет. Запомните. Чем светлее чипсы, тем меньше их жарили. Самые полезные – вот такие, почти белого цвета. Но и это ещё не всё. А вы бы поверили, что можно вообще есть чипсы и приносить здоровью пользу. Причём существенную. Нет, это не программа очевидная и невероятная. Это ваша любимая теория заговора. Можете даже ущипнуть себе. Полезные чипсы всё-таки существуют. Это чипсы из ламинарии. Употреблением этих чипсов мы можем частично компенсировать нехватку йода для организма. Остаётся выяснить одно. Есть-то их можно с таким же удовольствием, как обычные. Покупаем чипсы из ламинарии с тремя разными вкусами. Кимчи, корейского барбекю и миндаля. И везём за 500 километров самым неискушённым дегустатором. Село Речица Орловской области – центр черноземья земли русской. Про такие селения на Руси всегда говорили. Тут зимой палку воткнёшь, а навесной яблоней зацветёт. И чипсам тут всегда предпочитают жареную картошечку с салом. Нет, я не буду кушать. Да жуй, ну почему? Да как, я буду шалофан жалать, у меня зубов нету. Ну дай покушай, а то, скажем, не поела. Если бы потолще ещё были. Продукт диетический, наверное, да? Самое главное – без ГМО. Трава травы. Солёная рыба. Ну не мясо, а какая-то основа есть. Вообще безвкусно. Не, а острое. Морем пахнет. Ну как, когда-то мне привыкшись. Не понимаю. Да мне не очень. Ну и вполне съедобно. Одну траву жуёшь, и всё. Получается, чипсы из морской капусты по вкусу скорее на любителя. Но может, главное тут не столько вкус, сколько польза? Как говорится, стерпится-слюбится. Итак, чипсы на самом деле не так страшны, как их малюют. При условии, что вы едите чипсы из настоящей картошки. В начале программы мы рассказывали, что майонез не так страшен, как его малюют. А салат с растительным маслом может быть калорийнее салата с майонезом. Но самое интересное даже не это. Майонез не только продукт, от которого не поправишься. Более того, с помощью майонеза можно худеть. Да, мы не оговорились. Худеть. И для этого нужно всего лишь знать, с чем его можно есть, а с чем нельзя. Итак. С чем же нужно есть майонез, чтобы худеть, а не поправляться? Давайте сыграем в игру «Съедобное и несъедобное». Перед вами и перед участницей проекта «Голос» Александр и Шерлинг, получивший награду из рук самой Лайзы Минелли, несколько популярных блюд. Посмотрим, в какие девушка добавит майонез, а какие из них наш эксперт забракует. Так как майонез с ними не сочетается. Итак, на столе салат овощной, помидоры, огурцы, лук. Пожалуй, с майонезом он будет вкуснее, я думаю. Мимо, представляете? Но оказывается, наш любимый овощной салат из помидоров и огурцов не сочетается с майонезом. И не поверите, из-за помидоров? Этот продукт не сочетается ни с чем, и майонез не исключение. Иначе идет огромная нагрузка на печень, и в таком случае похудеть точно не получится. Идем дальше. Салат оливье и салат мимоза. Добавим. Да побольше. Холодные салаты сочетаются с майонезом, поэтому, если нравится, кладите. Переходим к первым блюдам. На нашем столе борщ. Как настоящая русская душа, я кладу туда майонез. Потому что борщ достаточно горячее блюдо, майонез при нагревании выделяет вредные вещества, которые являются канцерогенами. Да, представляете, в горячие супы майонез класть ни в коем случае нельзя. Тут не только фигура пострадает, но и здоровье. Ну а мы двигаемся дальше. Ко вторым блюдам. Мясо и рыбе. Вы же любите запекать их с майонезом? Как выяснилось, Александра тоже. Так, рыбка. Опять? Ну это как-то вообще уже. Да, на мясе по-французски оставаться с тройняшкой не получится. Тут уж нужно выбирать что-то одно. Или мясо по-французски, или фигуру. К сожалению, нельзя. Майонез будет запекаться. Это очень вредно. Ну и напоследок закуска. Половинки яиц. Без майонеза их не вижу, поэтому добавлю. А вот это пожалуйста. Оказывается, с жирами из майонеза витамины из яиц усвоятся еще лучше, а чувство сытости не покинет вас часа два как минимум. Итак, запомните. Майонез не так страшен, как его малюют. Смело добавляйте майонез в холодные закуски. А вот в горячие супы ни в коем случае. Также не стоит запекать с ним рыбу, мясо и овощи. Итак, некоторые продукты, которых мы боимся, как огня, на самом деле не так страшны, как их малюют. Поэтому смело ешьте майонез, только не пачками. Не кладите его в горячие супы и не запекайте с ним продукты. Худейте с удовольствием на беконе. Его можно покупать как свежий, так и в упаковках. И не бойтесь время от времени баловать себя чипсами, в составе которых значатся только картофель, масло и специи. На сегодня это все. Теперь вы знаете, какие продукты не так страшны, как их малюют. И что нужно есть, чтобы прожить 120 лет. Не стоит благодарности. Не стоит благодарности. Все, я полетел. Субтитры создавал DimaTorzok